Так, мне нужно снова смыть макияж. Наконец-то я буду тестировать молочко именно на макияже. Узнаем очищающую способность молочка на макияже. Я возьму половину, пробрезанную в одном писк. Будем думать, как эффективно очищаю. Вот в чём я протестирую снятие макияжа именно на макияже самом. Этим молочком я уже пробовала просто очищать им дважды. Я попробовала умывание типа без воды с помощью молочка. Всё нормально. Сегодня я встала как раз таки умила с помощью молочка. Сделала тоником, но темнорненьким тоже пришла со съёмом. И дальше сделала маску, у меня есть на обычный ход свой. Сейчас попробую сначала тон, тогда, наверное, снимать. Так, оно снимает. Я уже вижу, прям тут оранжевость пошла. Вот. И я сейчас всё тестирую бюджетную косметику, потому что сейчас я тут приехала. И у меня заканчиваются мои средства, которые нужны, и мне нужны, оказались питательные. Сколько сейчас зима всё ещё. Вот. И мне прям нужно именно такое что-то, чтобы оно питало. Поэтому я взяла молочко, как я уже показала, тоник. Потом сейчас буду протирать его. И сегодня я так и докупила два средства. Одно просто для... Как оно называется? Для лица в крем. Сейчас покажу вам, когда буду мазаться. И ещё одно, это баттер-масло, типа, крем-баттер, крем-масло. Ведь там у них нацельников было крем-баттер, крем-масло стояли рядом. Это одно и то же вообще-то, блин, какие-то. Вот. Короче, попробую ещё и его куда-нибудь мазнуть на себя, на тело. Оно для тела и для рук, типа. Руки тоже маждаются и тело в питании, особенно зимой. Поэтому будем пробовать. Вот это только одной стороной, как эстетично, профигачило. И сейчас стираем одним, вот этим, одной половиночкой просто. Смотрю, что не получится. Так, аккуратненько, чтобы ресницы не отрывались. Ну и может попробовать, как с гидрофильным маслом сделать, ручками всё это сделать. Потому что с этими дисками, таки, не знаю, можно пол лица себе оторвать. Давайте попробуем по-корейски. Как надо всё, короче, чтобы было. Берём прям на руку, выдавим. Надошла капельку, я замечала. И погнали. Растворять лицо, билю. Растворять макияж на лице. Потом их дополнительно сверху обойдусь. Так хоть какой-то и массаж сразу, и руками я лучше растворять умею с ресниц. Чтобы ресницы просто на меня появились. Нафиг. Так удобен, я думаю. Так. Воснем. Немножко осталось. Давайте ещё возьмём тогда. Половинку, половинку. И посмотрим. Насколько у меня... Опс. Насколько у меня растворилось оно всё. Снимем. И потом ещё пройдёмся тоником. Половинку уделяю. Вообще, как бы я слышала отзывы об этой штуке, что он довольно-таки хорошо растворяет макияж. Проверю. Насколько в глаз попало. Прищипывать начало. Тут ещё довольно-таки много, кстати. Блин, в глаза попало. Так, на шею-то я тоже мазала, я и забыла. По шеи пройдёмся. Блин. Щиплет. Тут уже грязно, но как бы уже не настолько оранжево всё это. Сейчас посчитаем, сколько таких половинок. А я покрачу. Некоторые места мне реально прям пощипывает. Но это потому что я ещё подмолодилась, подходила вчера. Ну, чуху там мне почему пощипывает, да? Расскажите мне. Так, вторая половина. Я ещё берём. Капец, щиплет глаза. Дерматологи, зачем вы так? Потестировали? А чё глаза пощипает? Да, в этом плане мне нравится Ситофиосион. Импортировать хорошо. Блин, ну её не снимать, конечно, макияж, наверное. Надо. Импортировать чистую кожу. Вот уже. Это всё, что на глазах остаётся, получается. Ах, прям щиплет. Хоть, бери, доставай. Чтобы... Не знаю, почему она щиплет. Либо потому что я обветривала, либо... Жесть какая-то. Особенно веки мне это, прям, не разъяло. Так, лоб мы не морщим. Что такое? Здесь контроль на воде. Блин, вообще как-то оно... Не знаю, меня раздражило чё-то. Не щиплет даже щёки. Либо это у меня было... Реально... Просто обветривание так щиплет. Давайте протвём успокаивающим тоником. Моим ромашковым. Вчера такого не было, кстати, у меня. Чтобы так щипало. Может, какая-то ещё фигня из косметики среагировала так. Я не знаю. Так-то особо покраснений не видишь. Стой ты. Протираем тоником. Надеюсь, сейчас мы успокоим всё это дело. Тоник, я уже говорила, мне понравился этот состав, что он без спирта. Что и надо было, а то у меня какой ещё спирт. Успокаивать надо и питать кожу. Сейчас они этот самое... Не спиртовать, не сушить её точно. Так... О, сейчас, кстати, реально легче становится, что я убираю всё, что... Ой, в глаза не надо попадать. Потому что у меня остатки были, видимо. Молочка. Нифига себе молочко, блин. Вот он молочко. Так... Кстати, вот, сторона. Уже остатки совсем... Небольшие. Посмотрим обратной стороной, как она. Насколько чистая кожа. И попробуем крем. Ну, её всё ещё не идеально, чистая, вроде. Надо ещё что-то протирать, сколько можно. Давай очищаем мне... От всей оставшейся фигни. Так, чтобы получше пройдусь. На шее-то ещё осталась фигня всякая. Ну, а сейчас у меня кожа поуспокоилась, как я тоником пошла. Так, это уже какая-то четвёртая половинка. Всё распространится тоником. И такой приятный, как водичка, я уже говорила. Пахнет травой. Чем-то аптечным, мне-ка подождите. Подыграем с Эйвурму, у меня ума на голове. Я хочу крем открыть сразу, чтобы на влажную кожу. И намазать его. Вот такой взяла крем. У меня дорогой, морковный. Тут написано, что с оливковым маслом и витамином Е. Поставили, это хорошо. Короче, можете почитать потом сами. Вот такой морковный. У меня посвятовала его подружка. Результаты давайте почитаем. Действие увлажняет, витаминизирует, увлажняет, улучшает лица, ухраняет шелушение. Сохраняет мудрость кожи. Мягкая, результате нежного, туго, эластичная, имеет ровный здоровый цвет. Та-та-тайм. Ну, блин, ладно, неизвестно, что там с этим. Морковка. Ля-ля-ля-ля-ля. Раскладывает мягкие морщинки. Витаминные полезности делают. Бархатистая кожа придает мягкость. Оливковая питает. Расмаливает водный гидролепидный барьер. Гидролепидный. Водо-жировой. Витамин Е на тексте. Та-та-та-та-та. Молодости. Короче, почитайте. Там, походу... А, где там пластиковый тюбик? Я думала, там, наверное, тюбик такой, который нужно протыкать. Там пластиковый. И такой морковный. У меня сейлорумуп бидали. Походим. Запомнируем. Это хорошо. главное открыть чтобы сразу на влажную кожу и наносила кремчик давай подвергайся ты как не знаю человеком 2 петли пломбы что их прям оторвешь вот так надо по-быстрому это сделал нанести хорошо вот реально тут мне понравился тоник он такой успокаивает реально рома . очень хорошо да и освежает прям классно мне нравится вот написано у него первое из этих и средств активных успокаивает и восстанавливает кожу это хорошо а вот то что у меня еще остается вот это на диске мне что-то не нравится мне что еще раз молочком-то ходить снова мучиться придется пройти давайте чуть-чуть только это тут же диска что настойником пахнула пройдем еще раз потому что я не хочу чтобы в коже что-то осталось иначе это будет чревато всякими воспалениями носиминаться тоником реально приятно очень так это у нас 5 половинка на получается ох как хорошо вкусно пахнут очень мне нравится вот пыль бельта вот опять начинает шипать на видимо что-то из обморожения на его осталось на коже поэтому реакция какая-то есть какое-то но не быстрое с макияжем дело ну да я слушала что приходит драйв с этой матерацией тоже она растворяет но долго возишь по своей коже и снимаешь остатки себя по на растворять растворяла макияж мне тоже это которая говорила с экспресса ну я думаю такую больше не куплю потому что она слишком уж как-то вот возишь эти диском он пенится как-то и все еще от тебя не смыл все полностью идеально короче странно какой-то вот уже близок к делу на диске почти ничего нет добились добились чистоты лучше пройти хорошо по краевой зоны вот пошел пошел тональник точно не виновник конечно любви сиси крем по моему внешне надо уже убрать все равно скроет тоже опять чувствую воздействие такое щитлющие еще по всему лицу смотрим насколько меня хватит такого теста так ну давайте протирать это был шестой шестая половинка если целыми дисками то три диска получат целых то их разрывают это еще разрезал много половинка что они такие экономные но очень кайфово реальностью тоником он прям вот сразу проводишь и легче становится сразу легче приятно потому что куркосы болтаются кайфово вот диск уже почти идеально чист это хорошо смогли очистить кое это чудом к не приставайте кому надеюсь это не разряжение у меня это протираю и буду мазать же крем и пахнет морковкой и пахнет морковкой мне просто просто очень надо питание кожи она например просила дай пожалуйста потому что мы их тут гелей которые там сузиткой тоже мало клиник тоже мало он что-то же в виде геля такого легкого и как бы не сильно то видимо захотел пахнет пахнет морковкой но прикольно мне нравится добавлю кайфово морковь кстати классно я могу такой еще буду брать если это реально дело полезное хорошо увлажнять питает почему бы не было дешево вообще подружка не сказал что ей нравится очень что крем блин так кофе в гены но он приятно носится такой подпитаем кожу морковкой вкусно то что там классно что оливковое масло есть и сама морковка ну это не гены понятный и круто то что как-то или же бывает смешивают уже как-то с маслами что ли морковку или ее с молочными продуктами с молочными продуктами смешивая и с маслами тоже бы смешивать короче кто знает подскажите как-то морковку смешиваю с чем мне кажется я еще хочу дать мне конечно учиться и увлажнила я хочу еще мне хочется добавить прям хочется бросить кожи еще дам моя кожа мне говорит сама только не надо если прям чувство что клеточки там поют и дал вам хорошо на что нормально если они вас дай нам еще пожалуйста нас надо дать им еще понимаете да я чувствую свой организм хорошо приятно вообще крем копейки стоит на коже хорошо сейчас сон вспомнила свой прикиньте время ухота съесть этот крем классно реально что-то дешевые и вообще вкусно пахнет я прям чувствую что мне нужны эти масла ах мне хорошо определенно хорошо и сейчас мы еще будем тестировать крем масло раз я его сегодня купила вот тоже все бюджетное все бюджетное сегодня с вами опять обозреваем интересно протестировать потому что некоторые продукты бывают очень прикольные какой вкусные офигенно классно я реально сделал сама сейчас я чувствую что мне хорошо кожа достаточно почти всего этого питания витаминов мне надо витаминов не сделала что было такой эффект маски крем морковный что вышел 46 рублей и сейчас который покажу он закос под корейским с козиком котик похож на пушина из фейсбука это бренд по-моему делается в россии это производитель какая-то парли россия республика зато стану город казань казани в казани делают вот закос под коренью там написано куч а где еще согласный короче нет понимаете что такое масло что у нас по составе у него вода понятная как как као масло как као 777 теоброма как это такое не зато какое-то особое масло 6 составили лицерин ля-ля-ля, какой-то спирт здесь есть, цитиорил, банановый экстракт, феноксиэтанол, гидролизованный молочный протеин, подушка, аквилаты, у меня чувствительная кожа и ровно, а у меня ничего не будет такого неплохого от этого, а то я верну. Способ применения легкими, на соседнем деревне, короче мы все способы откроем, понюхаем и узнаем как он. Мне понравилось, что тут котик, ну я не из этого взяла, а потом уже крем масло, я хотела масло, но потом увидела крем масло и решила попробовать и не вижу. Скрываем, тут такая колючка, крем масло, ммм он уже пахнет чем-то, видимо, отушка там такая миндальная от миндаля и все, больше я, блин, ничего не нашла от миндаля, если здесь, может, этот прунув, конечно, какой-то секретный, особенно от миндаля, сливовидно, класс, только он пахнет знаете, чем клубникой, причем такой перезрелый, клубник, не один самый, не сладко миндарем, достаточно, текстура такая жуткая, вот видите, водяка у него, давайте меня габироск намажем, она такая нагрязная, что можно вот, видите, такая текстура, увлажнит кусочку мне, они не требуют всегда увлажнения, ухода, поэтому, вот, я купила с целью всякие штуки делать, типа массажные, всякие банки, шмарки, вот она подходит для крема, для крема, что, она подходит для тела и для рук, так что, сейчас руки намажем, заодно, текстура достаточно легкая, она пахнет клубникой, перезрелый, а не сладкий миндалем, если бы там сюда сладкого миндаля еще было, я, может быть, конечно, что-то не знаю о миндале, это еще по-другому называется, кроме almond, да, по-английски, ну, наложок, да, потом загублю для интереса этот ингредиент поставим, намазываю сейчас на лучки, потому что они тоже не ставятся в постоянном питании сейчас, потому что сейчас дико, дико все сушит, мыло сушит, сейчас в воздухе с влажностью и такие проблемы, что все сохнет, мороз, строгота, ну, да, довольно-таки легкая текстура у него, мягенько наносится, приятно, как хорошо, массаж можно себе сделать, вот, и пахнет перезрелой клубникой или каким-то даже клубничным вареньем, ну, короче, мне такое не очень нравится, я хотела на удален запах, а тут какая-то клубника, короче, что-то на троник 0 или, вот, буду пользоваться все равно, для благих целей, для красоты, тут много полезных масло это в составе, это хорошо, причем там отдельно было масло кореньте, там похожие масла в составе, еще там какие-то масла разновидности олива, какой-то еще там с какой-то вишней, и там тоже в составе вот ши, масло какао, они и во всех этих, я смотрела, банках есть масло какао и масло ши, и тут что-то скатывается у меня на руки, что-то, я не знаю, что-то грязь, ну, я же мылась, скатывается на мне, не знаю, ну, короче, что-то скатывается, может банка была грязная, вот, будем пробовать тестить, и потом мой замазный я покажу, позже когда-нибудь еще я расскажу, как оно действует, как это впитывается, но, в принципе, насухо, в такой жирной пенке я не чувствую, что-то скатывается на меня, вот, макияж мы смыли, теперь пойдем есть, такой вложик, такой вложик, выходила минут 20 с этим кремом, он все еще на мне держится и тает, поплотнее нанесла как маска его, и это будет, думаю, очень хорошо, что он так долго меня питает, я еще считаю, сколько у меня этих половинок, здесь было использовано уже 4, 5, 6, 7, 7 половинок вот этих ватных дисков, и это, получается, 3,5 диска я их тратила, еще интересно то, что вот этот крем, крем-масло, да, я его нанесла и немножко, чуть-чуть, если я с водой проконтактировала, и, в принципе, он не смылся, у меня как обычный крем с рук, ну, не знаю, просто что-то слегка-то почувствовала, что что-то, пошевелилась какая-то текстура на моей коже, вот, и в целом вроде не ушло, у меня, видимо, эти масла играют роль, там, я все-таки еще подбавлю, потому что мне мало, а так, если оно так вот и будет работать, что это дело, этот крем-масло, тогда можно будет его реально вполне себе использовать, и для рук, если как-то оно так не будет смываться, да, ну, активно, как обычный крем, то есть только от обычного крема бывает, знаете, да, намазали, и они тоже смываются при первом мытье рук, чтобы это не то, что прям хочется рукам, он как бы увлажняет без такой липкости, немножко даже суховато кажется, что руки суховатые, можно либо наслаивать, наверное, либо это хорошо для, как сказать, для лет, наверное, больше, надо еще на тело попробовать намазать на вот такие штуки, еще намажем не увлажняю, я хочу, чтобы у меня плотно было намазано и все пропитывалось маслами, прям какое-то у меня обезновленное сливание, сейчас я чувствую прям масло на руке, ну, реально пахнет таким клубничным вареньем, которое я не люблю, так, ну, вот оно впитывается, и вот это впитывание опять до сухого состояния, это хорошо, у нас все-таки что-то скатывается, блин, что такое, что у нас скатывается такое, когда вот оно высыхает, уже какие-то скатушки появляются, не знаю, что крем так и сидит, питая меня, не на сухо впитался, а так вот еще так сверху меня защищает, это круто, это круто, и, значит, его можно будет на выход, на защиту пустить, затошные руки, руки в масле, можно увидеть по крышке, видите, она как ляпается, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, на другой канал тоже подпишитесь, слушайте мой альбом с группой, записаны внизу, ссылка есть в описании и пока-пока-пока, живите ярко!